Приступая к изучению астрологии, надо для начала различить два зодиака. Первый из них называется сидерическим, а второй тропическим. Слово сидерический образовано от латинского sidus, упоминаемого в начале прошлой лекции и означающего неподвижную звезду или созвездие. То есть сидерический зодиак основан на зодиакальных созвездиях, идущих вдоль эклиптики. Слово же тропический означает «относящийся к тропикам» или «к точкам солнцестояния». Таким образом, тропический зодиак привязан не к неподвижным звездам, а непосредственно к эклиптике. Разница между сидерическим зодиаком и тропическим колоссальна. Во-первых, поскольку сфера неподвижных звезд сдвигается примерно на 1 градус 72 года, начало сидерического зодиака смещено относительно начала тропического. Звезды, которые раньше были в тропических рыбах, сейчас находятся по преимуществу в тропическом овне. Спрашивается, в каком же конкретно градусе эклиптической долготы будет начинаться сидерический зодиак? Тут есть несколько вариантов ответа. Одни говорят, что начало сидерического овна приходится примерно на 24 градус тропического. Таким образом, у них получается, что между двумя зодиаками разница примерно 24 градуса. В частности, так делают в ряде восточных стран. Например, у индийцев получилось так, что ранний нулевой градус сидерического овна совпадал с нулевым градусом овно-тропического. Но нынче звезды сдвинулись на 24 градуса. На схеме, где я оставил несколько примечательных звезд, видно местоположение этой системы зодиака относительно эклиптики. С другой стороны, верующие в эру водолея, начавшуюся в 2012 году, считают, что разница между двумя зодиаками составляет уже 30 градусов. На схеме при этом видно, что в этой системе все сдвинуто еще сильнее относительно эклиптики. Происходит это из-за того, что в этих парадигмах за момент единства тропического и сидерического зодиака принимаются разные эпохи. Таким образом, чтобы разобраться с тем, что, в общем-то, называют сидерическим зодиаком, придется сделать историческую справку. Это будет интересно также с той стороны, что многими тропический зодиак рассматривается как вторичный по отношению к видимому сидерическому, как отклонившийся где-то 2000 лет назад от своего видимого источника. Давайте же теперь вникнем в историческую канву. Итак, стоит начать с зодиака. Согласно материальным историческим памятникам, пояс зодиакальных созвездий был определен в Вавилоне около первого тысячелетия до нашей эры. Из клинописных табличек, названия которых сейчас условно записывают как Муляпин, мы знаем, что вавилоняне поначалу выделяли не знаки зодиака, а ряд созвездий, которые сопутствовали при этом не пути Солнца, а пути Луны. Поэтому в списке находятся не только зодиакальные созвездия в нашем понимании, но и иные типа Ориона, а также упоминаются отдельные звезды. Связано это с использованием по преимуществу Паранателланд или Сюнанотелланд, которые впоследствии были усвоены из западной астрологии. Сам же путь, вдоль которого располагались звезды, делился не на 12, а лишь на 4 части, каждая из которых соответствовала тому или иному времени года и части неба, относящиеся к божествам вавилонской религии, Анну, Энлилю или Эа, поскольку вавилонская астрология связана именно с вавилонской религией, а не с зероастризмом и его авестой. Далее, так как каждое время года состоит из трех месяцев, то, соответственно, и каждая из четырех астрономических частей зодиака была со временем поделена на три сегмента, или, собственно, знака. Из урукских таблиц мы знаем, что ко второй половине первого тысячелетия были определены уже не просто созвездия, а 12 знаков зодиака, имеющие уже смысл зодиакальных знаков и носящие названия в соответствии с находящимися в них звездами. Например, тельца могли называть как, собственно, тельцом, так и плеядами или альдебараном, деву с пикой, то есть колосом девы и так далее. Причем по длине своей эти знаки соответствовали не реальной притяженности находящихся в них созвездий, а были все равны между собой, по 30 градусов каждый. Вообще же, попытки увязать месяцы с теми или иными звездами и созвездиями делались и раньше. Например, во втором тысячелетии до нашей эры каждому месяцу пытались привязать по три звезды, которые должны были восходить в определенные дни, однако по понятным причинам такой подход оказался неудобным, и в конечном счете возникла система из 12 сидерических знаков зодиака. Удобство ее было в том, что зодиакальные знаки охватывали собой соответствующие созвездия, и при этом более-менее совпадали с месяцами государственного календаря. Теперь, чтобы выяснить, насколько тропический зодиак разнится с этим сидерическим, надо понять, насколько те или иные сидерические знаки отступали от эклиптических точек равноденствий. Мы сразу сталкиваемся с проблемой, что календарь был лунно-солнечный. Для подсчета дней в году и для вычисления их продолжительности использовались арифметические методы, которые не требовали точного установления равноденствий, так как начало месяца считалось с новолуния. Однако, так как особого значения равноденствий не придавалось, в результате возникала погрешность в длине дня где-то на 8 минут. Но поскольку она не особо значительна, весеннее равноденствие было просто закреплено сначала в 10 градусе сидерического овна, а потом передвинуто на 8 градус. Кроме этого, благодаря таблицам Муляпин мы знаем, что на момент их создания самостояние и равноденствия были зафиксированы примерно на 15 градусах соответствующих знаков, поскольку там сказано, что 15 числа Ниссана месяца день и ночь были равны. В частности, по этой причине данные таблицы относят примерно к началу первого тысячелетия до нашей эры. Однако, чтобы уточнить момент совпадания тропического зодиака и сидерического, необходимо теперь обратиться к греческой астрологии. Как уже ясно из вышесказанного, идея зодиака или круга, поделенного на 12 равных частей по 30 градусов, первоначально появилась в Вавилонии. Знаки начинались со звездия Овна, тогда как точка весеннего равноденствия плавно переходила из середины в начало этого знака. В то же самое время, когда система с 12 сидерическими знаками уже точно существовала, то есть около середины первого тысячелетия до нашей эры, древние греки в массе своей не особо разбирались в движениях планет. Например, про Демокрита говорили, что он не только не знал о закономерностях, стоящих за движениями планет, считая их беспорядочными, но и вообще не имел представлений о точном числе планет. Так это было или нет, но представления о знаках зодиака появились в Греции где-то за столетия до жизни Демокрита. Вероятнее всего, это первоначально произошло благодаря Клеострату около V века до н.э. Знаки называли словом «Додекатеморион», что значит «двенадцатая часть зодиакального круга», то есть «Зоидиакос кюклёс» или «Круга животных», поскольку все зодиакальные образы относились к удушевленным существам. Вы можете, конечно, возразить, сказав, что весы неодушевленные, однако первоначально их называли «клешнями скорпиона». Большинство же названий для знаков являлись кальками с фавилонского. Например, слово «ура» было переведено дословно как «леон», то есть «лев», «кушу» как «каркинос», то есть «краб» или «рак». Хотя некоторые считают, что «кушу» относилось к скоплению ясли или «презепе», а не ко всему раку. В любом случае, некоторые названия поменялись довольно сильно. Скажем, «льхунга» или «наемник» превратился в «криоз», то есть «вовна». В то же время греки уже тогда любили геометрию, а «геометр тасмедейси сито» «не геометр, да не войдет». Это пошло еще с тех времен. Поэтому в том же V веке до н.э. современник Клеострата по имени Евктимон ввел в использование тропический зодиак. Причина этого была в том числе и в том, что расчеты древние греки делали не арифметически, как вавилоняне, а геометрически, работая с небесной сферой и эклиптикой, которую лучше всего делить на 12 равных частей, начиная с точки весеннего равноденствия, без двига к созвездию Овна. Но в то же время были и греки, пользовавшиеся в астрологических целях и сидерическим зодиаком. Например, так поступал младший современник Евктимона Книдец Евдокс, считавший, что начало тропического зодиака начинается в восьмом градусе сидерического, что в общем и целом было верно для первой половины 4 века до н.э., когда Евдокс как раз-таки и жил. Впоследствии те, кто хотел использовать сидерический зодиак, брали соответственно за начало сидерического Овна 22-23 градусы тропических рыб. И поэтому точка весеннего равноденствия или начало тропического Овна у них приходилось на 8-7 градусы сидерического Овна. По воспоминаниям Теона Александрийского, такое сильное смещение некоторыми использовалось и в 3 веке н.э., то есть когда этого смещения уже не было и в помине. Кроме этого, благодаря автору первой гелиоцентрической модели мира Аристарху Самоскому и наблюдениям Александрица Тимохариса, во втором столетии до н.э. астролог Гепарх Никейский установил закономерность в прецессии, по которой у него вышло, что за 100 лет сидерический зодиак сдвигается на 1 градус. Впрочем, он допустил погрешность, потому вскоре в последующее столетие значение прецессии исправили на 1 градус не в столетие, а в 72 года. Конкретно же во 2 веке до н.э. Гепарх заметил, что звезда Спика, она же Колос Девы, сдвинулась относительно эклиптики на пару градусов к точке осеннего равноденствия. У него получилось, что если при Тимохарисе расстояние до точки осеннего равноденствия составляло 8 градусов, в его время, то есть при жизни самого Гепарха, оно было уже порядка 6, то есть падало где-то на 24 градус тропического знака Девы. Эти же наблюдения ввел впоследствии и Клавдий Птолемей, указавший около 140 года н.э. в своем труде Альмагест, что Спика или Колос Девы сдвинулась еще сильнее. Он указал, что Спика находится в 26 градусах 40 минутах тропического знака Девы, что в целом верно, поскольку положение Спики приходилось тогда примерно на 27 градусов ровно. Наконец, спустя еще пару десятков лет после смерти Птолемея, Спика в тропическом Зодиаке заняла то же место, что она занимала в Сидерическом Зодиаке, то есть у вавилонян, оказавшись между 28 и 29 градусом тропической Девы. В итоге, член Американского математического общества Петер Хьюбер, известный как автор функции потерь Хьюбера, сопоставив данные различных вавилонских гороскопов, установил, что два Зодиака совпадали около 220 года н.э., так как в 100 году до н.э. расхождение составляло порядка 4-4,5 градусов, что дает разброс где-то со 180 по 220 года н.э. К этим цифрам приходили и иные исследователи, изучавшие Сидерический Зодиак. Но Хьюбер отличает самый систематический подход, из-за чего с момента его публикации в 1958 году о нульпункте вавилонской эклиптике стало негласным правилом ссылаться на его работу при исследовании Сидерического Зодиака. Таким образом, Сидерический Зодиак отличается от тропического на 2020 год на 25-25,5 градусов. Что же до ряда восточных стран, у них разница зачастую составляет всего 24 градуса. Например, так дело обстоит в Индии. Причем там это не только общепринятая практика среди астрологов, но и официальная позиция правительства, поскольку на основе данных вычислений составлен национальный календарь. Я думаю, после рассказанного у вас тоже сложилось впечатление, что зарубежные исследования последних 100 лет по нашей теме будто бы обошли подавляющее число российских астрологов стороной. Лично я, по крайней мере, изначально довольно скептически относился к российским обучающим программам по астрологии и в конечном счете решил составить свою собственную. Я это к тому, что вам будет достаточно сделать беглый взгляд на публикации и выложенные в сеть лекции по теме разницы двух зодиаков, чтобы убедиться в том, что в российских астрологических школах, как маргинальных, так и довольно крупных и якобы признанных, причем как в восточных, так и в западных, словом вообще в любых, утверждают, будто бы два зодиака отличаются не на 25-25,5 градусов, а только на 24. То есть они следуют за директивой индийского правительства. Однако я не так консервативен, потому не постесняюсь задаться вопросом, почему индийский зодиак отходит от тропического всего на 24 градуса. Ответ на самом деле очень прост и очевиден, если вы знаете о прецессии, как они и знают астрологи, уже несколько тысяч лет. В целом один градус созвездие проходит за 72 года, а если точнее, то за 71,6 года. Умножив 24 на это число и вычетый результат из нынешнего 2020 года, мы получим конец 3-го, начало 4-го века нашей эры. То есть, иными словами, в рамках индийской астрологии, тропический и сидерический зодиак разошлись спустя столетия после того, как это реально случилось. Что на самом деле логично? Дело в том, что индийская астрология весьма молода, и как раз в конце 3-го столетия нашей эры греческая астрология утвердилась в Индии, когда появилось первое индийское сочинение по гороскопической астрологии под названием «Высказывание греков». Вернее, появилось оно несколько ранее, но сохранилась лишь поздняя версия. Однако, вы можете резонно сказать, что греческая астрология по преимуществу основана на тропическом зодиаке, а не на сидерическом. В целом, это верно, но вообще же разные греки использовали разный зодиак. Помните, я довольно подробно говорил о наблюдениях за спикой, колосом девы? К тому времени, то есть к моменту, когда практики западной и ближневосточной цивилизации укрепились в Индии, тропический зодиак уже успел разойтись с сидерическим после своего схождения, и относительно эклиптики, спика пребывала примерно в нулевом градусе весов, или в конце 30-го градуса тропической девы. Проще говоря, так называемый индийский сидерический зодиак подразумевает, что спика находится в конце тропической девы, начале тропических весов. Он выносит спику де-факто за грань девы, что в сидерическом зодиаке рассматривается в целом как абсурдная ситуация, поскольку в Вавилонской сидерической системе наличие внутри знаков зодиака созвездий или звезд, по имени которых эти знаки и названы, это не просто пожелание, но еще и условие. Никогда для наименования знаков не использовали название тех звезд или созвездий, что выходили за пределы данного знака. Хотя именно со спики, расположенный таким образом, индийцы и начали отсчитывать зодиак сидерический. Таким образом, так называемый сидерический зодиак, используемый в индийской астрологии, это не сидерический зодиак, а застывший тропический зодиак, в том виде, в каком он пребывал в конце 3-го века нашей эры. С этой точки зрения, индийская астрология основана на греческом тропическом зодиаке, который она не смогла прецессировать далее. Основная причина заключается в том, что накопленных астрономических знаний, появившихся в Индии со времен походов Александра Македонского, для этого еще не хватало. Таким образом, индийские астрологи не стали смещать сидерические знаки дальше относительно тропиков, и зафиксировали их на том градусе, где они были в момент привнесения греческой астрологии в Индию. По этой причине, такую систему даже не все индийцы называют сидерической, так как последнюю, в строгом смысле, до сих пор применяют в западной астрологии параллельно с тропической. Что мы еще будем разбирать на наших занятиях? Казалось бы, это очевидно и понятно, но, как вы знаете, индийское общество довольно консервативно, и вряд ли Индия поменяет свой нульпункт на государственном уровне. Кстати, мимоходом говоря, можно упомянуть остальные элементы западной астрологии, воспринятые в течение истории другими астрологическими школами. Например, вслед за западной классической системой, многие не используют уран и вообще планеты, орбиты которых больше орбиты Сатурна. Хотя тот же уран виден невооруженным глазом. Кстати, вслед за западом, например, Индия унаследовала квадратную карту гороскопа, которую с недавних пор стали ради удобства заменять на круглую. В-третьих, система астрологических домов во многих восточных странах так и осталась равнодомной, каковой она была у греков эпоху эллинизма, что во многом было сделано, опять же, из-за сложности математического аппарата, который необходим для систем домов более сложного плана. Ну и еще можно упомянуть, что вслед за западной астрологией, многие приняли на вооружение систему лунных стоянок, хотя некоторые вместо 28 стоянок используют только 27. Что же до причин перехода Айкумены на тропический зодиак и его отвязки от видимых созвездий, хотя в то же время отдельные неподвижные звезды и используются? Это в том числе и философский вопрос. По понятным причинам греческие астрологи, маги, эзотерики в иерархии бытия умозрительное ставили выше зримого физическими глазами. С этой точки зрения привязка зодиака к эклиптике более чем логична. В этой парадигме умопостигаемые математические и, кроме того, метафизические объекты естественным образом стоят выше физических. Например, по той же причине гелиоцентризм в метафизическом, а не физическом ключе не был принят в третьем веке до нашей эры, а только после, в новое время. Хотя и тогда его поначалу приняли как физическую модель, пригодную для календаря, а не как метафизику. Кроме этого, тропическая система дает больший простор для магического воздействия на реальность и в том числе для магической корректировки гороскопа, так как в такой астрологии первичное внимание уделяется незримой оккультной реальности бытия, а не физически данной. Тут, правда, стоит сделать уточнение, что, как я уже говорил, неподвижные звезды остались в использовании у западной астрологии, то есть те же паранотелланты остались в обиходе. Кроме этого, стоит сказать, что мнение приверженностей того, будто настала эпоха водолея, беспочвенно, поскольку до данного события им осталось чуть подождать 350 лет плюс-минус пару десятилетий. В конце этого маленького исторического обзора осталось упомянуть мнение, будто тропический зодиак вторичен и не учитывает прецессии. Тут все довольно просто. Во-первых, тропический зодиак появился не то, что после своего расхождения с Сидерическим, но более того, он появился еще до схождения с ним. То есть при появлении тропического зодиака было и так понятно, что они расходятся, причем положительно, а не отрицательно, как в наше время. Во-вторых, создатели тропического зодиака сами высчитали прецессию, поэтому говорить, будто прецессия опровергает тропический зодиак, это абсурдно, так как те, кто это говорит, опираются на астрологов, которые эту прецессию сами и рассчитали, для удобства в астрологической практике. Напоследок, надо упомянуть древних египтян. Их астрономию зачастую называют примитивной, хотя дело тут в том, что те писали на папирусах, а они не могли сохраниться так же хорошо, как глиняные таблички тех же вавилонян. Однако, что точно известно, египтяне делили зодиак на деканы или лики, то есть на 36 частей по 10 градусов, что также было воспринято в греческой астрологии в эпоху эллинизма. Если вы хотите получить больше информации на данную тему, записывайтесь на мои курсы, делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!